Здравствуйте! Сегодня я еще один раз хочу предаться ностальгическим воспоминаниям о Киеве, но подчеркиваю, что все это говорю не потому, что я хочу, чтобы это непременно сегодня же возвратилось в мою жизнь. Я просто рад, что это было. Я ценю эти воспоминания, но предаюсь им крайне редко. А то, чего я себе желаю, это нечто совсем другое. Сейчас жизнь протекла совсем другому руслу. А это приятно вспомнить почти как сказку. Детскую. Вы знаете, около двух месяцев назад в метро у меня случайно упал взгляд на парня, который сидел, склонившись, наверное, к смартфону, такой рыжий длиннолицый. И вдруг, мгновенно, как в компьютере, у меня возник образ нашего соседа по двору, который имел абсолютно такую же внешность. Такой же рыжий, длиннолицый, его звали Юра. Такой был мальчик, значительно старше меня. Ну, если, например, мне было два года, три, четыре, а он был на четыре года старше меня или даже больше, то это разительное отличие, конечно, в таком возрасте. Вот. И они жили в нашем дворе. У него была младшая сестра Наташа с длинными косичками, смешливая. У них была такая светло-бежевая, если можно так сказать, собака по кличке Альма, которая оказалась мне очень большой. Они жили с дедушкой, бабушкой, мамой и папой. Они занимали две квартиры на первых этажах. Дело в том, что 17 номер на Путырянской имел исторически четыре корпуса, построенных еще моим прапрадедом. Это было много земли. И также нам принадлежала территория 15 номера, которую потом прапрадедушка продал. Его фамилия была Пагалилов. И вот было четыре корпуса. Один маленький, потом был как-то, по-моему, во время войны, то есть он как-то пришел в негодность, и я уже его не застал. А я застал три корпуса. Три корпуса, из которых один выходил на улицу. Там были квартиры первая, вторая, третья, четвертая. Потом следующий корпус, который стоял во дворе посередине. И третий, в котором я жил. У нас вот уже была квартира 19-я. Там были квартиры 19-я, 18-я, там еще 20-я. То есть количество квартир, в общем-то, ходило до 27. Вот это все были наши дома тогда, когда-то еще, до революции. Потому что мы там обосновались примерно в 1890-м году. Но до того тоже жили в Киеве, просто в другом районе. И я говорю почему об этом случайном совершенно каком-то мальчике. Сейчас, наверное, его должно было бы быть значительно больше 50 лет. И его сестре тоже. Но это всплыло неожиданно. И как удивительно можно тронуть какую-то точку в нашем мозгу, случайно, ввиду визуального впечатления, или может быть иногда звукового, или там все что-нибудь, какого-то напоминания. И вспоминается то, о чем я совершенно точно не думал и не вспоминал десятки лет. Так вот, они занимали две квартиры, одну в нашем доме, другую в том, который выходил на улицу. Эта семья занималась разведением аквариумных рыбок. У них было очень много больших аквариумов. Я думаю, они ими торговали, они продавали их. Думаю, что я хоть раз в жизни заглядывал, уже по одному разу, по чуть-чуть заглядывал бы хотя бы на порог обеих этих квартир. Но мы так особенно тесно не общались с ними, они были значительно старше. Я просто их помню, я их мог обидать во дворе и так далее, но это не означает, что мы были какими-то близкими друзьями. Я, по крайней мере, такого не припоминаю. Но были персонажи удивительные. Например, у нас в полуподвальном этаже нашего же дома, вот прямо под нами, в небольшой квартире, жила историческая, непостижимая личность Баба Секлита. Это очень редкое имя, и украинское. И я помню, что к ней можно было попасть прямо со двора, обойдя дом, зайдя на другую сторону. Прямо со двора можно было к ней спуститься, у нее такую коморку. Там практически была одна комната, и что-то чуть-чуть, может быть, при ней в виде кухонки. Недалеко от ее дверей и окон росла вишня, по-моему. Потому что у нас был там колоссальный сад, когда-то еще в очень давние времена, если говорить, например, 120 лет назад и больше. Там рост наш великолепный сад с сортовыми деревьями, и что там такого не было. Так вот, осталась какая-то старая вишня, по-моему. И эта вишня выделяла клей. Я тогда впервые в детстве увидел, что деревья могла выделять такую субстанцию. И мне, по-моему, это показывала сама баба Секлита. Я тоже к ней когда-то заходил. У нее как-то необычно был всегда повязан платок. И я ее побаивался. Потому что мало ли что за таким обликом стоит, думал я. Вот никто не был на нее похож просто. Потом у нас стоял хрущевский дом, и был виден балкон пятого этажа. Вот с нашего этажа, который, получается, был вторым, что ли, да? Был виден балкон пятого этажа. Но у нас были повыше потолки. И как-то у нас получался второй с половиной этаж. А там, наверное, были пониже. Поэтому с моего этажа чуть верь посмотреть было хорошо видно угловой балкон пятого этажа. Там жил некий мальчик Алик. Мы с ним иногда перекликались, показывали какие-то игрушки. Я в окно, он с балкона. Но во дворе мы с ним не пересекались, потому что там был забор детского садика, который примыкал. Ее потом построили тоже на нашей же земле, потому что у нас участок доходил до Кудракского спуска. И еще какой-то забор. Там был один или два. И получалось, что он не гулял в нашем дворе, потому что у них был какой-то свой. Вот такие впечатления о соседях. Конечно, не единственное. Я перечисляю просто всех там по именам. Это вряд ли интересно. Я просто описываю персонажей. Потом я помню, такой удивительный случай был. Году в 70, может быть, первым или втором, случился сильный пожар в одном из домов на Нестеревском прогулке. И его боковая стена, там тоже были окна, она так высилась вот где-то над охотничьим магазином, она была заметна. Было пустое пространство, и была видна стена боковая этого дома жилого. Там были черные окна. И мы так это и называли, черные окна. И я бабушке мог сказать, пойдем смотреть на черные окна. Это было совсем недалеко. Мы же почти на самом месте, я бы сказал. Поэтому мы делали эти необходимые 50 шагов, и нам сразу же открывалась нашему взору эта картина черных окон. И, к сожалению, это там жила какая-то пожилая женщина, она погибла во время пожара. И, кроме того, погибли какие-то котята, которые у нее были в квартире. Я об этом знал, я вот как-то это пытался понять разумом и детским. И, конечно, меня ужасал тот факт, что еще и животные погибли. И мы смотрели на эти долгую-долгую, они были такими безобразно черными. Было видно, что оттуда вырывалось пламя. И несколько оконных храм сгоревших, и такие черные, пустые, страшные окна. А рядом, совсем рядом, был мирный запах, постоянный мирный запах ватрушек, пирожков, свежей выпечки, сдобную и всякое другое, в небольшом кафе, это была столовая или кафе, но как-то это заведение из приличных, которое было на углу Артема и вот начало Кудрявской, если можно так сказать. Вот возле того самого Ариста, о котором я говорил. Ну, а вообще, запах выпечки, конечно, слышался еще и в том хлебном магазине. И я вспоминаю все, что там было. Там были так называемые пятикопеечные булочки, посыпанные сахарной пудрой с повидлом, такие вот завернутые. Там были булочки-розочки, их так называли, это старолежимное давнее слово, но это трехкопеечные булочки, которые были тоже, они имели свой запах. Ну, городские булки по 6 копеек батоны, украинский хлеб, конечно же, черный, которого нигде, по-моему, в мире нет, кроме как в Киеве, только он есть, вот по этому рецепту. Особенно хороший продавался на Крещатике, в конце Крещатика, в хлебном магазине, там были 20 копеечные, по-моему, 1,2 кг буханки, вот это был исключительный хлеб. Ну, что ж, эти запахи преследуют меня и до сих пор, потому что, когда я прохожу там вместе, я чувствую запах этих ватрушек, хотя там никаких ватрушек уже нет, очень много лет, очень много лет. Вот, и такие отрывочные впечатления все равно дороги, потому что, если бы я сел и написал, и облег это в какую-то письменную форму, я же все-таки человек пишущий и очень много печатавшийся, думаю, что это тоже по-своему было бы интересно, но это такая, знаете, чистая лирика. Это интереснее тем, кто, может быть, лучше представляет себе Киев прошлого, хотя бы просто прошлого века, но тому, кто, может быть, не связан с Киевом кровно, будет любопытно услышать и, может быть, постараться самому рассказать или написать о своем городе, особенно если вам уже не 20 лет, а чуть побольше, то, как правило, кое-что успело измениться, и многие не знают о том, что было когда-то, а то, что было, может быть интересно, может быть лирично, может быть изящно, может быть привлекательно, может быть сказочно. И поэтому вспоминать о таких вещах, это не пустое дело, поверьте. Мы все живые, теплые люди, и достойны того, чтобы предаваться таким воспоминаниям. Конечно, я мог бы и хотел бы рассказать еще очень многое, даже если это мало что значащие подробности, как, например, вышеизложенные. Но просто всего нельзя упомнить сразу, и главное не делать ролик слишком затянутый. Поэтому я очень благодарен вам за просмотр, надеюсь, когда-нибудь встретиться с вами снова, и, как всегда, искренне желаю вам счастья и приятных воспоминаний, почему бы нет. Субтитры сделал DimaTorzok